Есть страны уникальные, они построены на дорогах, но к сожалению мы укатываем нашу жизнь, а зря. Увеличение населения это откуда? Это с деревни. Город всегда сложен и выкроен не под себя. Пригород и деревня живет, но город может предоставить место отдыха. Да, мы за Америкой лезть не будем, хотя в притяжении я бы построил бы танцзал на тысячу человек и дал бы прочухаться ливонцам нашим. А то никакая Финляндия с практически никаким населением давит реально по качеству жизни. Круче нас, раз в пять. Для тупорылых. Финляндия откололась от Российской империи в 1917 году. Мы какие, а? Места отдыха это места денег, если что, для самых тупоголовых. Если даже своровал, потрать с умом на будущее. И дай-то бог тебе скажут спасибо. К слову, чем не спасибом един Магнитогорск? Не хватает только качественного звучания и безумного аквапарка. Плюсом лучшей медицины. И вокруг города пойдет лучшие одноэтажные и многоэтажные дома. И все. Раскидаем автобусы и в светлое будущее. Вот обратившись к Америке или в более спокойные и миролюбивые страны, скажем, чем больше искусства и возможностей расслабиться, чем выше жизнь бьет. Магнитогорск ведь становится лучше, а не прозябает вокруг комбината. Хотя, в принципе, когда все воедино, все станет здорово. Интересный вопрос, почему вы за рулем? Мне так кажется, что здесь должны быть мужики. Почему мужчина, а женщина тоже. То есть нравится, да? Да, нравится. А мне еще нравится, когда вам говорят спасибо. Такое же тоже сейчас случается? Вот пассажиры у нас скажут, говорят спасибо и пожалуйста. Да? Вот мои золотые на Ровчатке. Вам нравятся поездки на автобусе? Мне нравится. Хорошо? Хорошая девочка очень нравится. И девочка очень хорошая. Да, да, да. Тогда я говорю, спокойной вам и грамотной дороги на Ровчатке. Ну и спасибо большое. И где это? Это лучшая Агаповка. Конечно, она такая же старая, как и магнитка. Но рядом с новостройками жизнь кипит. Америка из той же оперы. Есть маленький нюанс, чем она круче. От дыха там больше. У нас практически все. Ну нету концертного зала, зимнего сада и отдыха покруче. Хотя они есть. Но в центрах. С другой стороны, вид на набережную. Там и вода, там и отдых. Может доеду, а может нет. Это не только металлургический комбинат. Это не только хоккейный центр. Это культурный центр. Маленькая проблемка по культуре. Вы должны понимать, в каком городе мы живем и наше село. Здравствуйте, вы из Магнитогорска едете, да? Да. А у вас машина есть? Нет, да. А что, зачем снимают? Ну, просто вопрос возникает. То есть, если вы на машине поставили, сколько денег туда-сюда и обратно? Да ведь? Ну, а путешествие из Магнитогорска на автобусе, это интересно? Не знаю, обычное явление. То есть, можно спокойно ездить, да? Да. И по деньгам-то не сильно дорого получается? Нормально. Ну, в принципе, вы ездите на автобусе. Да. Это интереснее? Так приходится. Приходится, да? То есть, надо посчитать, что на Бензине там тоже денег немало. Потратишь пока до Магнитогорска, доберешься пока там. И вот мне бы это больше понравилось, когда мы бы сказали, что, ребят, да не надо ничего делать. Ездите спокойненько на автобусах, правильно? Я согласен с вами. Не у многих миллионников это есть. Оно есть у нас. Так сдвинем все к лучшему и сделаем и переделаем автовокзалы. Потому что за ними будущее. Вы в Терлян как-то на поезде не поедете, как и в Варну, и в Чесмо с Бридами, и Орском. Вам нужна их жизнь. Им нужны новые впечатления. Продолжение следует...